Привет, мои дорогие подписчики и те, кто в первый раз зашел ко мне в гости. Я вас всех очень-очень рада видеть. Меня зовут Лена. Добро пожаловать на мой канал, который называется Зеленская Хэнд Мэйд. Сегодня у меня на канале будет видео. Видео нового для меня формата. Могу сказать, что ранее я неоднократно хотела снять видео такого плана. Видео о моей вышивальной неделе. Но несколько раз, когда я собиралась это делать, я постоянно откладывала. И сегодня я все-таки решила попробовать снять видео такого плана. Значит, это видео будет о моей вышивальной неделе с 19 ноября до 25 ноября. Ну, в общем, вот так вот я решила все-таки сделать. И я не знаю, насколько мне необходимо будет снимать это видео. Поэтому, конечно же, я надеюсь на вашу поддержку. Поэтому, пожалуйста, пишите комментарии, как вы считаете, как вам кажется снимать такие видео. Не снимать полезные видео, не полезные. Раньше я снимала видео о каждом процессе. Если, например, я вышивала три набора на неделю, то я могла снять три разных видео. Три штуки, получается. И потихонечку их размещать. Но я все-таки не знаю, стоит ли снимать такие видео или нет. Давайте я сегодня попробую. А вы обязательно напишите мне комментарии, вам было интересно, снимать или не снимать видео. Но, естественно, если там будет определенное количество просмотров, я сама это замечу. Но, девочки, если есть желание, пожалуйста, пишите, помогите мне принять правильное решение. Так, сегодня у нас понедельник. Я снимаю это видео. Во вторник я выложу с опозданием на целых два дня, получается. Значит, свою рукодельную неделю, все процессы, которые я вышивала, с 19 по 25 ноября. Всего у меня их было четыре. Но здесь я вам показываю только три. Я сейчас расскажу, почему. Но перед этим я хотела бы вам сказать, что эти замечательные наборы, все три штучки, которые вы сейчас видите, я покупала в своем любимом магазине Мир Вышивки. И напомнить всем, что если вы делаете первый раз заказ в этом интернет-магазине, при использовании промо-кода Зеленской, у вас будет 10% скидочки. Поверьте, 10% скидочки – это на самом деле все-таки немало. Это очень-очень приятно. Под этим видео будет описание, все описание этой промо-акции. Ну, для вашего удобства. Так, почему я сказала, что три процесса лежит, а всего было четыре? Был еще один процессик на этой неделе, четвертый. Но этот процесс – такая сказочка, которую я хотела бы показать отдельно. И поэтому я сняла отдельное видео, в котором вам покажу, что же я вышивала еще на этой рукодельной неделе. Прошу прощения, что я не показываю, но реально, эту сказку надо снять действительно вот в своем видео. Сделать это видео для этого замечательного процессика. Скоро все увидите. Чуть-чуть попозже. Ну, так вот. Я хочу сказать, что я завела мини… у меня рукодельный дневник уже есть. Я всегда вам показываю со своими этими пингвинчиками. Сейчас я его, кстати, усовершенствую чуть-чуть. И видео вам обязательно сниму и покажу. Я еще взяла одну тетрадочку розового цвета. И в этой тетрадочке я пишу планы. Планы на рабочую неделю, на вышивальную неделю, где вот я стараюсь как-то, вот вы знаете, ну, чуть-чуть хотя бы себя заставить направить, как правильно вышивать. Это мой первый раз в моей первой неделе. И могу сказать, что, по крайней мере, первая неделя удалась. Давайте я вам сейчас буду показывать, начиная по своим первым, что ли, дням, которые я вышивала. Самая первая работа, которую я вышивала с понедельника, это была замечательная работа «Теплая осень» от фирмы Риолис. Хочу напомнить то, что эта работа участвует во втором сезоне СП «Городские истории» с Наташей Гевки. Именно, наверное, еще и поэтому я решила сделать какую-то тетрадку планов, чтобы, вы знаете, вышить все то, что мне нужно вышить для СП. И мне было, по крайней мере, вот с этим мини-планировщиком, ну, можно, если так назвать, может быть, купить, кстати, еще одну тетрадочку, планировщик. Мне было удобно. По крайней мере, я вышила все, что хотела. Значит, несколько дней, в самом начале, два дня, я вышивала, может, чуть побольше, я вышивала вот эту вот «Теплую осень». Напоминаю, то, что этот набор вышивается полукрестом. И в три нитки, и в две точно. И блендов там много. Вот, вышивается на 18-й конве. Работа достаточно будет такая большая, масштабная, 30 на 30 сантиметров. Ну, вы знаете, вы помните, да, я говорила, 18-ю не люблю, но так как здесь полукрест, это вышивается как-то чуть-чуть полегче, лично для меня. Могу сказать, то, что я вышила вот примерно вот этот вот кусочек. Ну, может быть, верхний-то я, не помню, вышила, нет. Ну, в общем, то, что 400 крестов я сделала, это точно. Я не могу сказать, то, что это очень много, но, вы знаете, когда я, кстати, организовала свой СП, я сразу говорила, то, что минимум 100, и все мы вышиваем по желанию, по возможности. И мне 400 вот этих крестиков, там, 350 было, в принципе, по возможности вышить. И я их и вышила. Мне нравится этот процесс, очень красивый и очень интересный, потому что вышивается полукрестом. Сегодня у нас, кстати, понедельничек, именно поэтому стоит уже маленький планчик построить такой для себя, как я буду вышивать дальше. Может быть, перетяну, может быть, а нет. Ой, я даже не знаю, куда я дальше-то пойду. Наверное, все-таки мне стоит вниз. Значит, немножко перетяну вниз, пойду и буду вышивать, наверное, где-то вот здесь вот. Тоже небольшой, вы знаете, я стараюсь вышивать по квадратикам, да, 100, ну, как бы 100 крестиков для того, чтобы немножечко оценить, сколько я вышила. Расчерчиваю, кстати, у меня маркер-то закончился мой. Расчерчиваю я карандашком, остренько, ну, наточила его. Ну, я думаю, то, что он смоется. Или, по крайней мере, его не будет заметно. Планирую я вышивать, наверное, где-то вот здесь. Сколько я точно ставлю для себя вот цель вышить? Ну, 200-то точно, можно и 300. Буду рада. Вот он, мой самый первый процесс в начале этой вышивальной, собственно говоря, и рукодельной недели. Теплая осень от фирмы Риолис. Давайте я теперь еще покажу вам следующий процессик, который тоже у меня был. Шишечки у меня здесь, видите, какие красивые. Скоро осень закончится, блин, этих шишарей тут не будет. Очень нет, шишки будут, наверное. А вот этой красоты все и не будет. Признаться, это очень обидно. Так, следующий процесс, это мой загородный дом. От фирмы Сделай своими руками. А этот процесс уже участвует в моем СП, домик моей мечты. Конечно же, несмотря на то, что я организатор, я должна подавать хоть какой-то пример, хороший такой, хотя бы. Я должна, естественно, вышивать что-то и сама. То организовала, и сама нифига не вышивает. Тоже нечестно. Есть девочки, кстати, в моем рукодельном СП, которые вообще чуть ли не 900 крестов за неделю вышли. Вообще, девчонки большие, молодцы, потому что все девчонки отчитались. И у всех хорошее продвижение. Все по возможности они вышивали. Вообще, очень классно получается. Я девочкам, которые смотрят это видео, участвуют в моем СП, говорю, девчонки, огромное спасибо за то, что вы проявляете уважение к организатору, ко мне, который сделала этот, организовала этот СП. И вы размещаете свои отчеты, не забываете, продвигаете, вышиваете. В общем, девочки, вы вообще классные. Будем потихонечку продолжать вышивать. Какие же у меня продвижения? Не очень большие. Может быть, крестикав где-то 300. Наверное, где-то вот здесь я вот вышивала. Значит, я немножечко небо, крышу, чуть-чуть трубы, окошечко и чуть-чуть зелени. Ну, не 400, конечно, но 300 у меня. Я от него очень отвыкла. Я забыла, я его не вышивала. И для меня было проблемно вернуться к нему. Но я хотела. Я хотела вернуться. И я вернулась и потихонечку буду продолжать моему СП. И мне, как организатору, спасибо, потому что этот СП меня подтолкнул, вернул к вышивке этого процесса. Это два набора. Так, проблем с вышиванием нету, все идет. Единственное, что момент немножечко мое отвыкание от процесса. Вот они, два основных процесса. Два основных, это значит, они вот по-любому должны вышиваться. Хочется, не хочется, а надо. И вот он еще один процесс, который процессик, я вам показывала его стартик. Это мой февральский домик от Алисы. Видео со стартом я уже показывала не так давно. Не могу сказать, что продвинулось много. Вот я окошечко немножечко, это что такое, дошил и немножко сюда пошла. Признаться, меня раздражает вышивать на этих пальцах. Наверное, надо купить еще одни нурки себе, потому что, блин, очень неудобно вышивать. Вы помните, что Лена, которая вечно путается с полукрестами в Алисе, пока что вроде как не запуталась. Мне нравится вышивать этот процесс. Но единственное, что я могу сказать, что когда я начинала вышивать, мне нравилось чуть-чуть больше, чем сейчас. Все-таки, вы знаете, вышиваешь один процесс два дня, потом во второй два. Я всегда говорила, что так надо, но очень редко так вышивала. Отвыкаешь за два дня. Девочки, отвыкаешь. Отвыкаешь за два дня, это 100%. Схема очень удобная, я говорила в видеообзоре. Я ее черкаю и мне, вы знаете, ну как-то беспроблемно с ней. Она сама по себе такая, вы знаете, очень хорошая, очень такая понятливая. А еще когда подчеркаешь, как я, еще лучше становится. Пока мало, пока мало. Но я в планах хотела бы начать, закончить, вернее, что ты все вылезаешь. Хотела бы закончить в феврале. Но там, девочки, как пойдет. Как девчонке пойдет, как получится. Вот они, три моих основных процесса, в которых все идет гладенько. Каких-то проблем в данный момент ни в одном из них я не вижу. Дискомфорта при вышивании я не испытываю. И меня это очень радует. Я сейчас чуть-чуть планов уже, опять-таки, написала. Ну как, чуть-чуть, по дням. Написала по дням. Надеюсь, то, что мои планы будут по-прежнему выполняться. Надо купить еще одни норки, чтобы здесь третьи норки лежали. Точно. Каких-то нареканий к производителю у меня тоже нет. Алиса раньше меня раздражала. Вот эти полукресты в другую сторону. Вроде как привыкла. Хотя, не знаю, может и нет. Но единственное, что отвыкаю. Отвыкаю, отвыкаю, отвыкаю. Вот, кстати, говоря о теплой осени, об этом процессе. Раньше я говорила, да я всегда говорила, что. Ну, раньше, в самом начале, так сказать, этого процесса, я говорила, ой, 18-я канва. Но, так как мы вышиваем полукрестом на 18-е, здесь такой проблемы для меня нет. Вы знаете, я вышиваю этот набор, и как будто у меня, вроде как, время проходит, да, там, например, несколько дней, и мне хочется к нему возразиться. Опять начать его вышивать. Вот сегодня я планирую начать его вышивать. Тимоша пошел в школу, значит, будет много уроков, много лишних, не то что лишних, много домашних дел. И поэтому, ну, я не могу точно сказать, как пойдут дела уже непосредственно вообще с вышиванием. Но я надеюсь то, что норму я буду выполнять. Именно поэтому я сделала планировщик. И, наверное, все-таки надо купить себе новую тетрадь, чтобы мой планировщик был такой, знаете, более цивильный, а не простая тетрадочка, сколько там 24 или 100 или 12. Ну, ладно, пока будет так. Вот она, моя вышивальная неделя с 19 по 25. Ребята, все пошло неплохо. Это мое пробное видео. Я надеюсь, вам понравится. Девочки, буду ждать комментариев, может быть, предложений, может быть, каких-то вот замечаний по съемке этого видео. Буду очень вам признательна. Большое спасибо, что были у меня на канале. Надеюсь, вам было интересно узнать, что же я вышивала. И ждите новый процессик. Скоро будет на моем канале четвертый процесс на этой неделе. Но не могла я снять его не в отдельном видео. Надо ему было сделать отдельное видео. Вот. Что самое главное? Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, добавляйтесь в друзья в контакт, в Одноклассники и в Инстаграме на мою страничку. Подписывайтесь. Можете подписаться и на кулинарную страничку в Инстаграме. Буду очень вам там рада. Самое главное, хорошей всем недели. Не болейте. Будьте счастливы. Побольше солнышка и радости. Потому что как-то все темно-темно на улице. Всех целую. До встречи в других моих видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok